Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии Камилы Хайрулина. О событиях и жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Существует ли лекарство от преждевременного старения? Ученые КФУ первыми определили состав нефти за 5 минут. Ученый КФУ открыл новый вид древней рыбы. В адрес Казанского федерального университета поступило благодарственное письмо от благотворительного фонда ТАТ «Нефть». Фонд выразил искреннюю благодарность ВУЗу и его ректору Ильшату Гафурову за большой вклад в сохранение и популяризацию литературного наследия известной татарской поэтессы Сажиды Сулеймановой. К другим новостям. Лицеисты Казанского университета стали призерами Олимпиады по информатике. Подробнее о соревнованиях и как они готовятся к ним расскажет наш корреспондент. 11-ти классник Камиль пока еще не знает, куда будет поступать после школы, однако уверен, что его жизнь и будущая профессия будет тесно связаны с информатикой. Совсем недавно учащийся лицея имени Лобачевского Казанского университета стал призером командной Олимпиады школьников по программированию Республики Татарстан. И вот теперь его ждет подготовка к дальнейшим уже российским соревнованиям. Команда Олимпиады, то есть как она устроена, 3 человека и 1 компьютер. И дано, например, где-то 10-12 задач. И вопрос в том, кто решит больше задач за отведенные 5 часов. И нужно понимать, кто будет писать код, кто будет придумывать решения и так далее, то есть распределять роль в команде. Олимпиада проходила в формате спортивного программирования. Команде участников дается несколько задач и определенное время. Побеждает не только тот, кто наберет больше баллов по итогам, но и тот, кто справится с этими задачами быстрее. К слову, в лицея имени Лобачевского уже давно готовит школьников к подобному виду спорта. Спортивное программирование – это профессиональный вид спорта. Подготовка и тренировки, выступления продолжают целый год. Дети с сентября начинают готовиться к соревнованиям. Потом личные командные Олимпиады. Летом все отдыхают, детишки, а наши продолжают учиться. Как заявила директор лицея Ельянская Бельцина, в их учебном заведении много школьников, интересующихся математикой, информатикой и программированием. Со своей стороны лицея делает все возможное, чтобы подогревать интерес ребят к информационным наукам. Наши ребята сегодня показывают такие значимые достижения. У них хорошая базовая подготовка по математике. Среди них очень много победителей и призеров Олимпиад разного уровня и по математике. Но, тем не менее, они выбрали как направляющую информатику, программирование. Еще одним лицеистом-победителем стал Илья. Он получил бронзовую медаль на международном осеннем турнире по информатике. По словам парня, в будущем он хочет стать геймдизайнером. А участие в таких Олимпиадах может помочь ему поступить в престижный вуз. К слову, сейчас он также готовится к будущим соревнованиям. Олимпиада два дня. Два дня, контесты по пять часов. Три задачи, каждая на 100 баллов. То есть из максимума 600 я набрал 290 примерно. Ну и бронзовое призерство. Я как бы круглый год готовлюсь ко всем Олимпиадам, которые есть. Ну и в прошлом году я участвовал в младшей группе, забрал серебро. И, наверное, в следующем я тоже хочу серебро взять, но уже в старший. Лев Диденко, Леонард Авлетьяров, Универ, Ньюс. Существуют ли лекарства от преждевременного старения? Теперь да. В США был одобрен препарат от редкого генетического заболевания. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент. Это Хейли Окинс. Вы можете подумать, что это пожилая женщина, но ей было лишь 17 лет, когда она умерла от прогерии. Прогерия Хатчессона Гюлфорда – самая тяжелая из болезней преждевременного старения. Она проявляется у маленьких деток, которые обычно не доживают даже до 15 дня рождения. Дебют заболевания происходит в раннем детском возрасте, около 1-2 лет. У пациентов очень характерный внешний вид – это птичье лицо, низкий рост, аллопеция, проблемы с кожей, суставами, зубами, с сердечно-сосудистой системой. Основной причиной смерти является инфаркт миокарда. Прогерия – неизлечимое заболевание, причина которого лежит мутация гена LMNA, кодирующего белок проламин А. В норме этот белок расщепляется до конечных форм, которые уже участвуют в нормальной жизнедеятельности клетки, в частности ядерной мембраны клеток. Но при наличии этой мутации проламин А становится дефектным, и он не расщепляется до конечных форм, которые используются клеткой. И этот белок проламин А дефектный накапливается в клетке и мешает ее нормальной работе. Ученые из Соединенных Штатов Америки провели исследование, в ходе которого узнали, что препарат лонофорнип может компенсировать дефектный белок проламин А, что позволяет продлить жизнь больным детям. Если опираться на данные исследования, то по сравнению с пациентами, которые не принимали препарат лонофорнип, пациенты, принимавшие лонофорнип, жили в среднем на три месяца дольше, в течение трех лет лечения, и на два с половиной года дольше, в течение 11 лет наблюдения. Лонофорнип – известный препарат, который используется для борьбы с раком. Он стал первым одобренным препаратом от прогирии Хатчинсона Гилфорда. Это лекарство не может решить проблемы обычного процесса старения, но что дает возможность детям прожить чуть дольше. Кристина Надышина, Универньюз. В Канаде любитель палеонтологии обнаружил часть неизвестной кости. Благодаря исследованиям выяснилось, что это новый вид и род древней рыбы. Теперь перед специалистами стоит задача изучить находку более детально. Все подробности далее. Канадский юрист и любитель палеонтологии Стивен Санток, прогуливаясь по берегу Тихого океана, обнаружил необычную находку – зубную пластинку древней химеровской рыбы. Для того, чтобы определить свою находку, канадец обратился к эксперту Казанского университета. В итоге зубная пластина была описана как новый род и вид химер под названием «Канадодус Сантоки» в авторитетном международном журнале «Journal of Vertibrate Paleontology». Зубная пластина – это аналог зуба. Вот у акулы зубы, а у одной из их групп хрящевых рыб, именно химеровых рыб, у них немного зубов, а всего шесть зубных пластин. Да, установлен не только вид, но и род, новый род. По словам ученого, канадский палеонтолог долго искал эксперта в этой области. Однако после знакомства с научными трудами Евгения канадец отправил большой массив данных в Россию, где эксперт КФУ начал тщательное исследование находки и ее сравнение с другими образцами. Я объяснил, как нужно снять, с каких позиций, какие промеры сделать. Они сфотографировали достаточно хорошо, получился очень хорошего качества фотоизображение, в общем, массивом где-то около 2 гигабайт фотографий. Ну и, соответственно, здесь я по фотографиям, по измерениям и сравнивая с теми материалами, которые я видел в разных странах до этого, провел анализ, установил диагноз, провел сравнение, ну и, соответственно, основную часть статьи написал. Найденную часть рыбы канадец отдал на хранение в Королевский музей Британской Колумбии в городе Виктории. Теперь же ее ждут более подробные дальнейшие исследования. Однако каждая такая находка – это шаг к пониманию, как же проходила эволюция на планете Земля. Лев Диденко, Ильнар Давлитяров, Универ Ньюс. Казанские ученые разработали новый экспресс-тест. Он определяет свойства нефти в считанные минуты. Подробнее об этом узнаете в нашем следующем сюжете. Что можно успеть за пять минут? Поговорить по телефону, убрать рабочее место и определить состав сырой нефти. Разработка ученых Казанского университета позволяет это сделать за несколько минут, тогда как стандартный метод занимает неделю или даже больше. При традиционном методе определения состава нефти множество процедур приходится делать вручную. Это сказывается на изменении его свойств. Новый экспресс-тест определяет состав нефти автоматически. Так исключается возможность ошибок и временных затрат. Основано на том, что измерения проводятся автоматически на приборе, и человеческая ошибка уже здесь ниглируется. Еще один важный момент, что не нужно применять какие-то дополнительные химические реагенты. Это тоже является одним из преимуществ этого метода, что, соответственно, требует меньших затрат на его выполнение. Данный метод сможет заменить существующими стандартные методы анализа глупого состава. Совместные работы в данном направлении с университетом ведет компания «Транснефть». Им первым удалось испытать уникальную разработку. И вот сейчас уже начинаем применять практики для тех нефтей, с которыми сейчас проводится исследование в Казанском университете. У нас есть определенные взаимодействия и проекты с нефтяными компаниями, которые транспортируют нет, как раз для того, чтобы его в дальнейшем внедрить в их практической деятельности. Исследования казанских ученых на данную тематику заметно расширяются, а новую разработку уже активно используют на практике. Следующим этапом работы исследователей станет определение состава парафинов. Инжи Минебаева, Ильвина Кубайдулина, УнивертНьюз. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok